Девчонки, всем привет! Всем доброе утро! Я уже чувствую себя намного-намного лучше, поэтому сегодня скорее взяла камеру в руки, потому что по всем по вам очень сильно соскучилась. Правда, у нас еще не выздоровела София болеет, ночью у ней была температура, в общем, Софийку мы еще лечим. Ну, а нам, в принципе, с Миланой уже нормально. Милана тоже сегодня пошла в школу, у ней конец триместра, тоже контрольные, диктанты. Девочки, не знаю, как мы так, девочки, заболели опять по цепочке все. Вроде бы и лук резала, ставила и в детской, и здесь лук стоял на двух тарелочках. Вы мне тоже писали, Настя, режь лук. И маску носила, и все равно вот детки заболели. Вообще болеть, девочки, это очень плохо. Я вот два дня температура, у меня 38,5, и знаете, видимо, какой-то вирус, у меня прям кости болели, спина очень сильно болела. Поэтому, девочки, болеть никому не разрешаю. Берегите себя, берегите родных, близких, деток особенно. В общем, не болейте. У нас папа, знаете, молодец, такой кремень. Я говорю, я уже смеюсь над ним, я говорю, ты, наверное, много жареного кушаешь, кушаешь жирного. Он любитель ведь у меня такого. Поэтому, говорю, у тебя, наверное, такой крепкий иммунитет. В общем, он у нас вот не заболел. В общем, сейчас быстро делаю маску, девчонки, потому что эти дни ничего не делала, немножко приведу себя в порядок, и пока маска будет, быстренько сделаю завтрак. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, ну вот так вот, смотрите, лепешечка выглядит в разрезе. Видите, сыр весь потаял. Она такая тепленькая, с кофем сейчас будет самое то. Очень вкусно. И, знаете, начинку можно сделать любую, на ваше усмотрение. Я делаю и просто с сыром, и с тунцом делаю, и огурчик, помидорчик туда добавляю. В общем, говорю, на ваше усмотрение. Очень вкусно получается. Поломалась, девчонки, у меня сушилка. Она сейчас стоит на добром слое. Я ее прям облокотила к стене. Вот. А здесь вот, видите, она у меня прям, вот видите, треснула. Показываю вам, потому что вдруг вы хотите брать вот такую сушилку. Не берите, она вообще не прочная. Она даже нам полгода не прослужила. Но я еще ее таскаю, конечно, с балкона сюда, постоянно выношу. Туда, сюда, туда, сюда. Может, поэтому, если бы на одном месте стояла, может быть, бы прослужила дольше. Это у меня глажка вот столько накопилась. И это еще не все. Сейчас у меня на полотенчике еще вещи висят. Еще машинка стирается. И еще, наверное, где-то две стирки будет. Вот столько глажки. Если честно, девчонки, я ненавижу гладить. Вот убраться, да, приготовить, да. Но глажка у меня всегда остается на последний момент. Надо будет сегодня обязательно погладить. И то, девчонки, я глажу не все. Такое вот что-то, ну, домашние вещи какие-то я не глажу. Просто я когда вешаю, хорошо их встряхиваю. И потом складываю и убираю по шкафам. Но вот мужа, например, одежду я всю глажу. Потому что он ходит на работу. Не могу ведь я его неглаженным отправить. А вот какие-то такие полотенца я могу, конечно, не гладить. Но вот все равно скапливается столько белья. Пока пришла Миланка, решила сходить в Перекресток. Мне еще нужно зайти в аптеку. В Перекрестке хочу взять домашнюю лапшу. Вчера разговаривала с мамой по телефону. Она сказала, что в последнее время готовят с домашней лапши. Лагман говорит, очень вкусно получается. Я ни разу не готовила. И хочу сейчас попробовать. Как будет. Скользко здесь так. В общем, пришла уже Перекресток. Как раз здесь аптека тоже есть. Сейчас возьмем с вами тележку. Вот такую вот взяла лапшу домашнюю, лагманную. Не знаю, попробую приготовить. Понравится? Нет, потому что, говорю, первый раз буду готовить. Так, потом взяла вот такой вот Невея гель для душа, для мужа. Стоил он 99 рублей по акции. И там еще акция на гели для душа от Ля Пяти Марселье. Вот эти вот разные там тоже мужские ароматы. Ароматов 5. Но мне вот больше понравился вот этот. А те, кстати, стоят по 89 рублей. А вот Невея по 99. Но мне нравится вот как пахнут гели для душа от Невея. И мужские, и женские. В принципе, у них ароматы неплохие. Потом взяла себе вот такую вот зубную щетку. В прошлый раз, помните, как-то показывала вам в Улыбке Радуги. Там две щетки я взяла на кассе. Что-то они совсем бюджетно стоили. Ну, такие фиговые щетки, девчонки, вот честно. Поэтому взяла себе вот такую. Взяла вот такой Риттер Спорт. Белый лесной орех и хлопья. Иногда вот прям очень хочется. Я вообще, девчонки, не сладкоежка. У меня нет такого, что прям вот хочется сладкого. И если вы заметили, я очень редко покупаю домой сладости. Ну, как бы и сама не очень. И деток тоже стараюсь не приучать. И взяла молоко. Вот, девчонки, все мои покупки. Потому что молоко всегда покупаю, потому что пью кофе с молоком. Без молока кофе пить вообще не могу. Я уже готовлю лагман. Вот так вот мелко порезала мясо. Оно у меня уже жарится. И здесь у меня баклажаны, лук, морковка. Вот такой вот большой острый перчик красный. И чесночок. Еще добавлю томатную пасту. И тут у меня, сейчас я включила, закипит водичка. Я отварю вот эту вот домашнюю лапшу. Так, мясо, морковь и лук у меня уже пожарились. Теперь добавляю баклажаны наши. И добавлю сразу чесночок. Вот миленько я порезала. Сейчас чуть-чуть прожарим, потом можно будет томатную пасту добавить. Я обычно добавляю картошку еще. Но так как я в этот раз положила баклажаны, поэтому картошку уже добавлять не буду. Вот видите, из-за томатной пасты какой красивый цвет получился. Томатной пасты я добавила 2 чайные ложки. И теперь заливаю все это ложечкой. И будет это вариться у нас где-то полчаса. Потом положу перчик и зелень. Ну вот, мой лагман готов. Вот так, видите, он получился. И не жидкий, и не густой, такой средний. И вот здесь, видите, я уже тоже отварила, промыла верлюшель. А здесь поставила грудинку вариться на завтра уже мне. Девочки, еще хотела с вами поделиться. Помните, мы с Миланкой покупали вот такой вот шампунь и бальзам она себе выбрала. Девочки, это такое Г, я вам просто передать не могу. Я даже не поняла. Но если шампунь, как бы даже ничего про него вообще говорить не буду. Я когда бальзам нанесла, то есть после шампуня, он, знаете, такое ощущение, как будто он какой-то, как будто там воск какой-то присутствует. У меня волосы, в общем, стали какие-то липкие. Как будто они, вот знаете, в комок какой-то. Я не могла их расчесать. В итоге я помыла своим шампунем сверху этого бальзама. Потом нанесла свою маску. И только потом я с нормальной головой вышла, расчесала волосы. Ну что вот это, я вообще, девочки, не поняла. Пахнет вроде нормально. У меня уже был один раз тоже такой шампунь от выпадения волос. Я его в Сочи покупала. Тоже была натуральная косметика, кажется, новосибирская какая-то. Вот тоже была такая же история. Там была шампунь и маска. Вот тоже после маски были вот точно такие же волосы, как вот после этого шампуня. Ну, не знаю, девочки, это просто ужасно. Я никому не советую. И если вы покупали или пользовались вот этим шампунем, бальзамом, напишите мне. Будет очень интересно почитать. Ну, в общем, девочки, мне вообще не понравился. Девочки, я тут глажу и решила совместить приятное с полезным. Думаю, поставлю камеру и как раз с вами пообщаюсь. Потому что я редко снимаю такие болтологические видео, чтобы ответить на какие-то ваши вопросы. Я думаю, почему бы и нет. Как раз сейчас и детки мои в детское играет, и у меня как бы есть время. Поэтому сейчас первое, на какой вопрос хочу ответить. Когда готовила, вспомнила, вы опять мне пишите под комментариями. Настя, а вашего дочка младшая, старшая тоже это ест, жареная. Нет, девочки, младшая это старшая ест. Если она хочет, конечно, никто ее не заставляет, но если она хочет это кушать, она ест, мы не против. А младшая нет, девочки. Младшая вообще у нас очень такая привередливая к еде. И даже если какие-то вареные супы я ей варю, которые она кушает, не дай бог туда положишь какую-то зеленюшку или какую-то приправу. Все, она вот смыкает губы и хоть ты ей танцуй, хоть пой, хоть пляши. Она рот не откроет и, в общем, естественно, кушать это она не будет. Она вообще, знаете, не то, что она плохо кушает, она очень привередливая к еде. Ну, это, наверное, в паб, потому что у меня муж такой. Он ест, знаете, такую, ну, своеобразную еду, ну, для Узбекистана это нормальная еда, он любит все жареное. Он мясо, вот, например, с картошкой жареное, пельмени, если делаешь, ему нужны жареные. Манты сделаешь, манты нужно пожарить. Курица жареная, чтобы хорошо была, картошка обжаренная была. Даже, вот, верите, макароны, которые вот отвариваешь, например, сделаешь с гарниром, да, ему эти макароны нужно пожарить на сливочном масле. Представляете? Это поначалу, конечно, когда мы только с ним жили, сейчас я уже привыкла, я думаю, блин, я вообще, как, говорит, ты такую вот еду ешь, и вот он может супы первое, да, не есть. Ну, он пьет, правда, много воды он пьет. Я говорю, ты жидкая первое не ешь, как ты вообще, вот у тебя ничего не хватает, ничего не болит. Ну, вот такой он человек, и мы, конечно, с ним. Раньше, например, когда я жила с мамой, у меня было немножко другое питание. Когда вот мы стали уже с ним жить, конечно, у нас тоже стало больше вот этого вот жареного, больше каких-то вредностей. Вот, и, наверное, Софийка в него, я так думаю. Она у меня не ест ничего молочного. Поначалу я очень сильно, девчонки, переживала, потому что Милана такая у меня не была. Милана очень хорошо у меня кушала. Она, во-первых, Миланка у меня в 5 месяцев, я ее кормила до 5 месяцев. Когда я стала водить ей прикорм, она просто отказалась от груди, и все. Вот ни в какую давала я ей грудь, вот она все, вот она поняла, видать, прикорм, все, кашки, овощи, все. Она отказалась, и, в общем, проблем у меня не было, она хороша. И сейчас у нее с аппетитом никаких проблем нет. А когда Софийку вот я родила, и вот она вот так вот плохо кушала, я вообще, знаете, очень переживала поначалу. Ну как вот молочное, представьте, ничего не ест ребенок молочного. Единственное, что она может покушать, это молочную рисовую кашу. Вот это она может поесть. Каши ест все, пшеную, гречневую, просто вермишельку, даже перловую варила кашу, даже перловку кушает. Ну вот на воде, овсянку очень любит она, на воде. Потом ест вареные супы, вот просто я брошу мяско, ну или курочку, или мяско, там картошку, лук, вот как обычные супы. И вот что-то добавляю, рис или вермишельку. Если говорю, положу туда вот зелень, ни в какую не будет. Потом ест пюре, любит пюре. Что еще она ест? Из овощей она ест только огурцы, больше ничего. С фруктов только бананы, все. Пьет, правда, компоты. Вот что радует, что хоть компот она пьет. Она очень, вот Миланка у меня плохо пила, кстати, вот когда она болела. Очень тяжело было ее напоить, и тем более, когда высокая температура, нужно побольше. Ну вообще, когда болеешь, хорошо, да, когда ребенок, там, и даже взрослый пьет много жидкости. С Миланкой я помню мучилась, я прям по ложечке вливала ей в рот, она вот отказывалась от воды. София наоборот, она водохлеб еще тот, она пьет очень много воды, но вот кушает она, конечно, плохо. И вот если даже сготовишь вот такой типа басмы, да, вот тушеные вот овощи, не ест, не ест. Я вот оттуда мяско как-то вот поддираю немножко, ей подаю. Если картошечку там в рот засунули, то каким-то обманным путем, в общем, ну вот так вот ребенок кушает. Конечно, я уже привыкла как-то. У меня племянница, вот сестры дочка, тоже очень плохо кушала. Я помню, тоже она так переживала. Ну вот уже ей 11 лет, все нормально, здоровый, хороший ребенок. Поэтому все детки разные, и вот питание тоже, наверное, у всех. И как и характер тоже, то есть Милана и София два абсолютно разных ребенка. Вот, поэтому, девчонки, думаю, на этот вопрос ответила. И на следующий вопрос, который хотела бы ответить, вы мне много тоже пишете. И вот под последним видео писали, Настя, скучаешь ли ты по дому вообще? Как, вот, ну, не жалеешь ли ты, что вы уехали? Девчонки, очень скучаю, конечно, скучаю, сейчас могу разреветься даже. Скучаю по дому, по родным, да и просто даже по самому, вот, ну, понимаете, человек жил 35 лет в другой стране, да, климат другой, все, люди другие абсолютно, да. Ну, естественно, родные мои, там, мама, папа, сестра, даже подруги, да, там, мои все, вся моя жизнь практически осталась там. Да, конечно, скучаю, и мы обязательно в мае полетим, мы уже с мужем об этом говорили, мы уже хотим в марте купить билеты. И вот как у Миланки последние дни в мае будут, прям вот первые дни мы хотим полететь, потому что у нас там будет уже жара, будет тепло. И, конечно же, обязательно я там вам поснимаю, обязательно возьму камеру, все свои штативы, причиндалы, потому что у меня там будет много времени, там мама, могу спокойно оставить Софийку с ней, да, у Светы машина, она ездит за рулем, поехали и в горы, и, в общем, много чего вам покажу, может быть, даже сделаю какой-то для вас опрос, если вам будет интересно, именно что бы вы хотели там посмотреть, базар, может, старый город, там, не знаю, горы. У нас здесь, ну, здесь рынок, у нас здесь, я уже говорю, здесь рынок называется, у нас там базар. Ну, в общем, все, конечно, поснимаю, покажу, поедем мы туда обязательно, правда, не знаю, полетим мы с папой или без папы, папа, конечно, у нас тоже очень хочет поехать, но как у него с работы будет. И муж тоже, девчонки, скучает, конечно, он мужик, он не нытик, ныть он не будет, там, я скучаю, но я вижу по нему. И, кстати, знаете, мне одна зрительница тоже, мы с ней, ну, она мне на почту иногда пишет, то про маски что-то, вот мы с ней переписываемся, и она мне прислала одного блогера, вот, говорит, Настя, тебе, наверное, будет очень интересно, посмотри вот этого блогера, говорит, он, ну, много показывает про Ташкент, он живет в Ташкенте, про вот эту еду национальную, и я, в общем, зашла к нему на канал, и там у него много видео, я думаю, ну, какое бы видео посмотреть, и увидела у него видео, называется оно «Знакомство со мной, теперь вы знаете все». Вот так вот видео называлось, девчонки, я посмотрела это видео, я ревела, вы просто не представляете, у него, оказывается, нет руки, у этого человека, да, и вот он снимает видео, во-первых, девчонки, монтаж, офигенный монтаж, видео смотреть приятно, тем более, когда это твой родной город, да, Узбекистан, и вот он в горы тоже ездит, ну, вот блогер, да, у нас, конечно, контент немножко разный, но у него тоже влоги, ну, у него немножко другие влоги, очень прям мне нравится его смотреть, я даже, знаете, радуюсь, когда он просто вот едет на машине, я смотрю, и вот он проезжает, да, торговые центры, магазины, которые ты знаешь, которые ты ходила много, да, и мне очень прям приятно, вот спасибо, да, как сказать, этой девушке, которая мне отправила его, мы, и вот к чему стала, говорит, что муж тоже, мы с мужем иногда даже смотрим, там как раз мы вот где жили на Дархане, там парк Тельмана был, и вот он недавно снимал видео, как-то что, ну, вот как там сделали уже парк другой, стал ремонт, и мы прям, знаете, с такими эмоциями и воспоминаниями смотрели этот ролик, потому что мы там с Софийкой гуляли маленькой, да, на коляске, с Миланой, когда еще Софии не было, тоже там гуляли, конечно, скучаем, чего уж тут говорить, но вот если бы сейчас был такой, знаете, вот, ну, вернуться или остаться здесь, возвращаться, девчонки, я не хочу, не хочу, вот вообще не хочу, почему? Потому что все равно я вижу, что здесь, ну, перспектив больше, для детей будущее здесь, ну, лучше, чем в Узбекистане, и как-то все равно, мне кажется, я даже уже думала, вот если бы мы сейчас вернулись в Ташкент, уже бы я спокойно не смогла там жить, да, да, вот съездить в гости с удовольствием прям, я даже, знаете, когда вот думаю об этом, как бы мечтаю, ну, спать ложусь в голове, как мы туда поедем, я как представляю, что как я постучу из двери к маме, блин, как я ее обниму, вот так, да, девчонки? Девочки, я извиняюсь, что я отключила видео, я уже чувствовала, что я сейчас разревусь, поэтому, ну, это видео будет смотреть моя мама, я не хочу, чтобы она тоже расстраивалась, но я надеюсь, что вы меня поняли, и, конечно же, скучаю и очень жду, когда мы туда поедем, но вот возвращаться как-то туда я, девочки, не хочу. И насчет папы тоже вы меня спрашивали, папа, конечно, не знаю, поедем мы к нему или нет, потому что папа ведь у меня живет в Фергане, а мама в Ташкенте, и это 5 часов езды, в общем, с Ферганы до Ташкента на машине 5 часов, но папа, конечно же, обязательно приедет, в последнее время, вот когда мы жили в Ташкенте, так и было, папа всегда приезжал, ну, в год, наверное, раз 5 вот он приезжал, туда к нам, вот, а поехать к нему, говорю, не знаю, еще раз получится или нет. Папа у нас живет в своем, у него дом на земле, папа наш у меня такой, знаете, пахарь, он 18 лет ездил на Украину и сажал лук с корейцами, и вот он привык на поле пахать, как папа Карла, и поэтому даже в квартире ему было очень тесно, он всегда хотел свой дом на земле, чтобы был там огород, чтобы вот он за этим, за всем ухаживал, и поэтому вот он купил себе дом. Вот, что еще? Ну, папа с мамой разошлись, я говорила, да, вам 35 лет они прожили и развелись, ну, папу нашу очень сложный, конечно, характер, и, наверное, все-таки вот эти 18 лет, когда вот он уезжал, повлияли, повлияло, наверное, вот, может быть, на них как-то, да, это уже сейчас я вот так думаю, вот, ну, мы, конечно, ну, уже были взрослые, когда они разводились, мы, конечно, ну, не были против, но переживали очень сильно, ну, они хорошо очень общаются, вот он приезжает, мы вместе собираемся, и вот к маме, например, ходим, да, она, например, что-то приготовит, мы все идем, все сидят, они болтают, ну, вот, как-то так. И когда папа у нас уезжал вот на Украину, вот, когда он там работал, мы к нему постоянно ездили на летние каникулы, и даже было такое, что мы остались там одно время, где-то 9, да, 9 класс, и 10 класс, 1 четверть, я училась на Украине, в Днепропетровске, и потом уже мы вернулись, ну, обратно в Фергану, и уже там я пошла в школу. Ну, вот, девочки, как-то так, ну, надеюсь, хоть немножко ответила на ваши вопросы, конечно, надо знакомиться, ближе рассказать, мне, в принципе, рассказать много чего есть, но вот, как-то говорю, не всегда получается время, потому что, если София дома вот так вот сесть, она не даст, она будет лезть ко мне, вот, ну, немножко сегодня время было, поэтому сразу же поставила камеру, чтобы с вами поболтать. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, на этом буду, наверное, заканчивать этот влог, влог, думаю, и так будет длинным, наконец-таки я все догладила, убрала гладильную доску, сейчас еще уберу вот эту вот сушилку, и на сегодня, девочки, все, потому что чувствую еще слабость, видать, я еще не до конца долечилась, не видать, а не долечилась, и София, вон, слышите, капризничает уже под вечер, она тоже еще болеет, поэтому, девочки, спасибо, что были со мной, всех вас люблю, всех целую, и всем пока-пока.